Что? Не обговаривается одежда какая, только не балонь. Балонь запрещена. Сорок пять лет и ни одной балони старались не пропустить. Это я записал в устав. Почему? Не знаешь. Маленький тебе вопрос. Ты березу от осили, можешь отличить? А как ты отличаешь? Кору погрызешь и посмотришь. Если береза копотечет, береза. А из березы что можно сделать? Ну-ка давай, покажи знания твоего. Вот береза растет. А как она может человеку в чем помочь? На что она годна? Березой пользовались раньше. Березой сок пепела. Дальше что? Березой она говорит. Еще что? Березой раньше пользовались. Сейчас хоть нарастут. Еще что? Видишь, это тот уровень развития. Ты еще там мало развиваешься. И это... Игорь, куда он делся? Бумагу-то? Вот кресты еще сделали. Так. А ты слышала слово деготь? Да. А я им что делаю? А деготь еще делаю. Сапоги мажут? Нет. Он против москитов его использует. Против москитов его используют. И москитов. Это лекарство. Притом очень сильное лекарство. И москитов. Все паразиты дохлые. Запах тяжелый, конечно. Так. Еще что из березы? Веники. А? Веники. Веники. Еще? Мед. Не знаю, да? А брешетку. Вот эти черенки, лопаты, топорище. Все из них. Это твердое дерево. Твердое. И оно у нас рядом. Я просто... Это никакого отношения не имеет. Зачем ты вот это надеваешь? Сказать холодно, это не холодно. Ну, даже пришли женщины старые все. В прошлый раз я ничего не сказал. Сейчас это так и стоишь. А почему я запрещал, чтобы не брали? В уставе написано. А если с этим не наденет? Дам ему солдатский китель, но не дам. Ты знаешь, насколько она вредна, нет? Ты болеешь так вообще или нормально ты? Нормально. 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 А она воздух не пропускает. Ты гниешь в баллоне. Не стоишь в целую службу, потом здесь остаешься, квасишься. Если по-хорошему, ты больше бы никогда ее не надевала. Всего. Она не нужна тебе. От силы в силу где-то пробежать под дождем, и на этом все. Баллоне запрещено во всех путевках. Может быть, ни одна тысяча была напечатана. Баллоне запрещено. Дальше. Она не подается зашить что-то. Падает искренно на костре, где была. Сразу дырка. Она сразу. Она плавится где-то. Ты холодом, ты не скажешь, что холодно. Иди посмотри. 20 градусов это не холодно. 20 градусов. Тут опится все время, дальше кипит. Я раздевшись. Костюм я могу снять. Тут просто надеты. Стоит Володя вот так вот в рубашке. Кровь-то тебе горячая. Так, зачем тебе это? Тоже балуй. Когда снимает все это дело, а ты стоишь всю службу. Значит, давай мы договоримся. С этому Игорю расскажи это дело. Чтобы она больше в этом службе не была. Что-то дать другое. С родителями разговаривайте, Игнат Тихонович. Все, мы поехали, поехали. Поняла? Все, с родителями разговаривайте. Не надо разговаривать. Ты возьми что-то другое. Шею надень там. Родителей нет здесь. А я буду разговаривать. Все. Хорошо у нас получилось. Сейчас батюшка звонил. Ну, там дали, знаете, там Роман опять выставил ролик, там, ну, что, как его забирали. Но там упущено, говорит, многое батюшка. Что там было, как, разговоры, нигде ничего нету. То есть он, а как это получилось? То есть какой-то фильм был такой. Вот когда человек говорит, да у нас же было все хорошо. Ну, как это все так получилось? Это в каком-то фильме. Я помню только Каба Гридеш, это старое было. Когда Пуща поднялся, и Нурон уже, он сидит на сиденье. Это как же так-то? Только сейчас он показывал христианам всех колоть, и вдруг толпа, толпа бегут во дворец. Она подает ему кинжал. Нурон, скорее зарежь себя. Вот у него такая же история. Сейчас сидит и что-то мычит, и сказать, не может еще помешательство полное. Я очень опасаюсь, как бы ничего не сделал. Просто это совершенно не то, что она адекватная какая-то, а нечеловеческую подлость сделал сам против себя. А на него сейчас отец Роман, отец Роман к нему, вся шваль из интернета, всякая подлость, скверна, всех на него лезут, и наш отец. То есть бесовщина. То есть сатана его признал своим. Вот такого переворота мгновенно я еще не видел в жизни. Представьте, радостно принимает крещение, прищащается, батюшку призывает осветить дом, территорию. Батюшка освещает, батюшка недействительный. Батюшка там еретик. Вся Московская патриархия еретики, там патриархия еретик. Там Путин антихрист. С ума сошел. Ну ты езжай там у себя с Порошенко разбирайся, кто у вас там антихриста. А она что, зачем президента трогать-то? Зачем эту власть? Они сами разберутся. Он дальше уже не знает. А дальше одно и то же повторять не может. Батюшка посмотрел, а там звонят, говорит, у вас апостолы были, а пророков еще не было, теперь хоть пророк есть. А он что будет? Все уже у меня не будет, он мое место занимает, батюшку смещаем. Мы такую потеряевку построим, а никто нигде никого нет. Везите колеса, то есть Майдан тут устроим сейчас, сжечь будем мы. Ну сумасшествие. И он серьезно все воспринимает. Ему показывает, что это делают роботы. Ну роботы, боты называют. И человека даже там нету-то. Он все это берет и на меня. Вот я знаю, это Лапкин такой подлый, это такой человек, это жестокий, он там пятерых убил. Он все это глотает. Вот мы в Катниково благовествовали, и мужчина один вышел и говорит, а что вы его слушаете? Да я его еще вот такого знаю, какой он был, он проходимец, он мошенник на Лапкину. Вот такого вот я еще помню. А когда разобрались, он на 24 года моложе меня. И он меня помнит, когда я вот такой был. То есть я когда такой был, еще в зачатии его не было. Я помню, он на такого еще был когда. Ну и все люди сказали, он мужик растерялся и тогда повернулся и пошел в собрание. Это здесь. Беда, конечно, большая. А как вы хотите, немедленно он должен уезжать оттуда, чтобы не было чего-то. Просто надо об этом сейчас молиться. Потому что он полностью разложился и только во вред. И Господи, убери от беды его. Я до сегодняшнего дня не молился об этом, а сегодня прямо молюсь. Господи, не допусти какой беды, убери его. Он чужой. Совершенно чужой. Потеряевка ему не нужна. Священство не нужно. А зачем ты тогда нужен-то? Старобрядцы, если молятся вот так вот. Два перстами это погибшие люди. У него никого не дают друзей. Ну так Сергий Радонежский молился. Антоний, Феодосий, два перста. Там всегда было так. Боярли Морозову где везут. Он полностью сошел с ума. Еще пытается где-то там кривляться, а уже все закончено. И сидит, мыщит, мыщит, не знает, что сказать. Он репутся. И не говорит, что же ему там было, когда вызвали-то. Ему предложили, кажется, месяц или два дали, чтобы здесь не было, покинуть страну. А вот надо идти, он все равно сядет на эти 666. Он же регистрироваться нельзя, без этого никто нигде не даст. Паспорт украинский сжег. Ему теперь в Украину проберется, а назад уже его не выпустят. То есть он полностью себя в яму затолкал и сверху завалил навозом. И поджег его. Вот его состояние. Мне это очень жалко. У нас такие хорошие отношения с Игнатием Тихоновичем были. А всякую муру где-то собирает. Нету. А когда вы верьте, ни секунды не верю, что возможно. Он, минимум, похудел Духа Святого. Столько мерзостей говорить. Одно за другой. Первый выпускал Игнатий Тихонович, теряй, еретик. И все собирает еретики. А ко мне и приехал. Дальше Игнатий Тихонович, лжемиссионер. Я лжемиссионер. Таких, как Кураев, меня считают самым таким, таким и везде. Олег Стеняев, там другие. А он такой считает. Что твои считания там? Ненависти кипит. А у меня нужды нет, я только молюсь. Слез нет о нем. Батюшка сейчас позвонил, смеется. Это все, скончилось сегодня. Ничего нету больше. Нету. А в самом деле, так как было хорошо. Приехал он работящий, по работе, все было. И он рядом был со мной. И даже признаков не было ни разу нигде. Я считаю, я сидел рядом с ним, когда были, нейтрализовали. Дьявол не мог его тронуть. Потому что мы все время молимся. А когда ушел, он один заперся, его дьявол там в катушке-то этой, в контейнере задавил. Ну даже признака не было, что с ним это будет. Я бы не поверил никогда. Нет у меня веры. У меня опыт, огромнейший опыт у меня, но такого еще не было. Только причащался мужем в этом году и сразу объявляет, батюшка мне законно. Это не духовный отец на мне. Я там нашел какого-то, а находит какие-то шляховые там другие, которые отлученные там. Это мой духовный отец. Он с ума сошел. В глаза никого не видел. Там митрополит Сергий, а это, говорят, там давно разжалованы, там анапиями преданные. Он их, просто на него все идут, и он всех их приветствует. Действительно, он отец им. Но это так быстро все кончается. А тут планы его были, жену, с которой он не живет. Он хотел привезти там сына, с которым нет вообще, то есть дальше наворачивать, чтобы пожалели. Ты избрал этот путь? Ты выбрал это? Ты не хочешь признать российское государство? Мне уже поступило сегодня два письма, еще два заказных, представитель президента, куда отдали письмо. А они на бумаге, на моей ничего не поставили. Теперь бумагой уведомляют. Администрация все приняла это, все соответствующие меры будут приняты. Только, то есть, зафиксировано, что было. Крайовая администрация прислала мне письмо от вас получено. Теперь официально уведомляем вас. Согласно статье такой-то, параграфу такому-то, мы обязаны вам ответить. Они обязаны. Но они им будут заниматься. ФСБ, бумага там, поставили печать. ФСБ. Эти заниматься будут сами. Потому что это антигосударственный мятеж самый настоящий. Да все, пошли. С Богом. Потихонечку. Спасибо.